доброе утро друзья слушатели смотрители канала твоя рыбалка итак мы начинаем утро шикарно снаряжаем снасть начинаем мы с вами уроки мормышина то есть вместе с вами буду учиться ловить белую рыбу мормышкой поставил как и обещал флюрокарбон 0074 тарабуковский фотку покажу его чтобы вопросы не задавали попробую его поделюсь своими мнениями впечатлениями и по мере интересно буду включаться начнем мы мормышечки такой 0 2 попробуем по солнышку сделать несколько забросов где у нас там дрожжочек 074 флюр оба две поклевки подряд может большая слишком приманка сейчас мы найдем способ вот так хорошо забросил метров на 702 грамма я бросаю этого на спаде не столок это батюшка днепр от это поклевал был сейчас уменьшу чуть-чуть уменьшу нашего беркли 6 там клюя пока махонькая махалка это как бы не совсем дужину надо нехороший забросик на беркли ой пардон на флюрики на этом на новом я так понимаю при проводке достаточно делать всего-навсего один подброс и давать ухты возможно и давать возможность опускаться собственным весом мормышки и тогда это будет то что доктор приписал сейчас еще раз попробую то есть заброс и один подрыв даем возможность мормышки опускаться под собственным весом ухты ну ёшкин кот не понял то что такое третья поклевка потом шикардосная поклевка хоть и и говорят поклонники нанофила швот только нанофил чуйка не ребят то ли господин пушкарел угадал с конструкции спиннинга так меняем сажали так а кто там у нас первый вот ну ребята это совсем другая рыба это посмотрите шикардосина какая поклевка красноперки произошла но мотыль то есть при всем том как бы что опарыш белого цвета был лучше виден опять же делаю натяжку небольшую и потихоньку потихонечку проводочку делал вот еще была хорошая поклевка слушайте люди все слышно в руку палец я все больше прихожу к выводу чем активнее рыба ведет себя тем активнее надо делать проводки некоторые говорят что надо вообще пускать по течению как бы приманку ну как-то мне вот с активной проводкой лучше получается ах ты был сейчас поклеву он обалденный ну знаете обалденный там рыба 25 грамм а спиннинг изгибается он повторить красота эх ты там вот они в траве сидят я знаю я такую так же жестко у вас какой это не рыбалка это целая охота получается флюрика вообще не чувствую опана то ну что такое ну что тебе не хватает для того что ты его полностью заглотила странно так опускаем сантиметров 10 заглубляем и проводочка опана видели люди то что же вы творите вот возле берега где-то в районе полутора метров ее нету она стоит на удалении от меня метра три три с половиной а там куча зарослей травы прибрежно и вот как только я угадываю знаете сейчас от была поклевка я конкретно по бланку ощутил вот она еще смотрите какая красотища поклевки идут отовсюду сейчас забросил туда опа ну ну клевани акушок подошел что ли да такое место я такой затишек нашел солнышко да вообще красота вот сейчас мне течение помогает пошло течение и приманочку аккуратно по течению несет я только подматываю заброс с 4 граммами просто шикарно ну вдоль травы вести бесполезно слишком быстро опускается я вместо того чтобы у меня приманка скользила в верхней части водички получается она мне сразу начинает цепляться за вершинки травы еще один момент который как бы актуален именно в мормышинге так все интересно приманочка работает я ее на флюрике слышу виду в толще воды все шикардосно но как говорят в одессе есть одно что было всего две поклевки и пардон ни одной реализованы и поклевки происходит не там вдали где хотелось бы их видеть а на том же самом месте куда я добрасывал 0 2 малюшка сейчас наверно поменяю поставлю что-то среднее между там у меня есть 0 20 чем-то беленькая беленькая ну вот по траве шурую мне это абсолютно не надо вот такое ловим то есть не всегда большой вес мормышки ладно крайний заброс делаем интересен для таких просторов как сейчас рыбка стоит недалеко верхних слоях не друзья все таки поставлю мормышечку поменьше так поменял мормышечку и опять пробую только верхней толще воды вести мгновенно идет травушка муравушка и все и мормышка можно сказать до свидания очень нравится заброс по сравнению с леской ну и первое флюрик вообще красавец итак дорогие друзья сегодня у нас как бы приветствие резюме в одном этом самом в одном кусочке будет связано я действительно искренне рад вас приветствовать на канале твоя рыбалка вот и сегодня был первый урок урок мой урок сам себе его устроил это была река днепр это было пятьсот шестьдесят вторая мотайги повторюсь которая сделана была буквально вот совсем совсем недавно одним из наших украинским хвостеров пушкаревым вадиком по там кусочек я на экшн камеру получилось поснимать вот быстро то есть ловил ноль 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 семьдесят четвертым флюорокарбоном использовал первый раз охренительная вещь понравилось во но сейчас покажу его намотал его там всего размоточка пятьдесят метров прямо намотал на леску вот вопросов никаких он не крутится он достаточно чувствителен и повторюсь может это не совсем приятно слышать любителям нонофила современный флюор это то что доктор приписал ну это как бы сугубо мое мнение первое что в воде в воду полетела это самодельная мормышка на базе крючочка гамакасу и 0,2 грамма обыкновенной грузии которые используются для поплавочной рыбалки то есть я туда крючочек подержал паяльничек взял олова капнул залилась получалось микро мормышонце поставил на него беркли белый цвет опарыша вообще никакого никакого только поставил силикона пошли поклевки потом утяжелялся и ставил 0,4 грамма потерял сразу в траву ушло и оборвал ставил средняя там где-то 0,36 по помню по памяти такая мормышка тоже забросы до увеличивались но красноперка которую я ловил которая стояла не в глубине а вот ну наверно может 150 миллиметров максимум она стояла во первых вот держалась возле травы потому что хищник ее поджимал постоянно и взять ее было тяжело но потом когда я настроился и понял как по этим окошкам водить мормышку достаточно легкую опять же перешел на 0 вторую вот мне сразу были поклевки самая большая была ну блин я вам скажу вот такая вот красоту не спиннинг отработал на ура согнулся вот вообще поклевка даже маленькой рыбки очень чувствительно и очень хорошо и спиннинг и флюрик вот ну и рыба естественно рыба была на перевершенной сегодня то есть поклевончики были великолепны самая маленькая была макс сколько сантиметров всем наверно красноперка ни одной не было верховодки вообще ни одной может быть рано приехали может солнышко не было а может еще просто не подошла ну то есть как выводы какие то ловить на днепре можно да только бросать на не вперед а влево вправо и там надо находить рыбу еще что из интересного и такого которого запоминающийся ну вот эта крайняя поклевка было это все самая большая красноперка она загнула фрикцион завизжал было интересно было весело в общем выводил аккуратненько все спиннинг позволяет спокойно держать эту рыбу на мормышке очень много было сходов когда ставил вот эти вот производственные мормышки все-таки убедился что мормышка которая паяна на нормальном крючке а может это какие-то там свои заморочки но факт то что у меня на самодельной мормышке было два всего схода притом один такой рыбка была незначительно 2 достаточно интересная на большая и скорее всего что-то она полностью мою приманочку ну что там той приманочки заглотила потом перед самым берегом поигрался с ней отпустила это то что касаемо вот сегодняшней рыбалки я думаю что уроки для себя сделал достаточно четкий я не гонялся за глубинными делами вот я абсолютно облавливал то что есть слева с правой стороны то есть заросли травы которые подымались вообще-то для меня были как бы той плантации где есть рыба нашел результат шикарный все понравилось вопросов каких-то них мормышки не к флюрокарбону у меня нет предыдущий ролик там где собственно презентовали вот эту штуковину достаточно бурно обсуждается и по сей день скажу первое ну как бы отвечая на вопросы и высказывая свою точку зрения как владельца этого инструмента скажу первое то что мне очень импонирует о том что люди достаточно живо как бы участвует вот в обсуждении в комментариях и вопросах которые задают есть ну лично я уже слышу человек это извините диванный рыболов или человек который имеет опыт потому что те кто ловит у них и вопросы более точные более грамотные и на них очень приятно отвечать есть люди которые апеллируют просто данными какими-то из интернета где-то на каком-то ролике или какой-то видеосюжет посмотрели поверьте для меня это не очень важно мне важен опыт цен опыт общения с людьми которые непосредственно занимаются рыбалкой опять же по спиннингу задали вопрос что лучше на на зира для лично для меня я уже повторюсь и повторюсь уже второй раз на на зира стала на второе место по чувствительности по тактильным ощущениям вот то что сделал мне вадим пушкарел для меня пока круче нет хотите обижайтесь хотите не обижайтесь это личное мое мнение и никаких разнесенных никаких вот этих вот тех самых вот эта трубка дает ну как сказать она не глушит те ощущения той поклевки которая происходит там возле мормышки притом я не работаю шнурами повторюсь почему не работаю шнур паруситы поэтому меня проводка не интересно если работать на таком инструменте шнур это надо как минимум 0 как максимум 0 1 ставить это все это за глаза а так флюрокарбон новый меня полностью устроит вот полностью самодельная мормышка повторяю вот не ленитесь брать паяльник и шуровать их сами поверьте если вы берете классный крючок сами сделали сразу результат есть ну вот по себе знаю теперь еще что по ответам и по рыбалке обязательно будет еще ни один урок я хочу попробовать ловить именно все-таки чисто сугубо верховодку я найду место обязательно для этого вот и что-нибудь из окуньков то есть небольших акушат попробовать может это на малой реке может голавлика какого-то вот то есть уроки с мотой мотой обязательно будут мне они интересны не знаю если вам интересно будем продолжать но по крайней мере каждый раз какой-то аспект какой-то кусочек этого спиннинга я для себя открываю вновь и открываю как раз в хорошем ракурсе не в этом самом по дальности заброса но это не супер-пупер забросу я вам говорю ну этот это то что хватает добросить до той рыбы которая ловлю очень понравилось рост спиннинга позволяет работать под деревья там лазил по камням сверху деревюшки сделал свет чуть меньше забросик все равно получается но поклевки все все вот эти вот мои спуски вниз и потом подъемы как бы все это было нейтрализовано супер поклевками опять же надо приноровиться пристраститься сразу пришел ничего не понятно начал смотреть где ходит рыба как она ходит в каком месте начали туда забрасывать по проводкам сразу скажу нет каких-то наработок конкретных вот у меня было от красноперка клевала одно-два подергивания потом идет мормышка сама и в этот момент идет поклевка опять один одно подергивание для его одно-два подергивания может и и целое ну три четыре пять потом даю возможность ей самой опускаться и тут же идет поклевка то есть я сначала как бы дразню рыбу а потом она потихонечку от не уходит рыба догоняется тут же делает поклевку поэтому каких-то вот рекомендаций что ли вот в этот момент конкретно утром ловите так а вот когда солнышко взойдет ловите так нет я думаю что их нет за ли потому как каждому виду рыбы каждому водоему надо привыкать и какие-то наработки свои ставить тогда будет конкретный результат так что вот такие вот друзья если вам интересно ставьте лайк и вот рассказывайте говорите и еще повторюсь дорогие мои хорошие мои то что это опять же абсолютно сугубо личное мнение почему вот эта штука стала для меня на ступеньку выше чем на зеро может быть или скорее всего даже именно так что человек который дело угадал мое настроение и сам бланк по себе открылся вот открылся и все потому что ладно не будем в этом долго дискутировать в общем мата стоит на ступеньку выше до новых встреч до новых уроков это был всего-навсего первый урок ловил красноперку на днепре хотя хотел поймать верховодку вам добра подписывайтесь лайкайте говорите свои мысли пока пока до новых встреч